Лиз, закрывай там стендер. Был прошлый выпуск, прекрасно. Мы строили Дженгу, играли. Мы угадывали в конце. Тебя не было. И мы собрали опять более 200 тысяч просмотров. Охереть. Это круто. Это то, что Лизы не бывает здесь? Не было Лизы. Никто не нажимал. Это просто факт. Лизы давно не было. Во-первых, мы не знаем, как она уезжала. Но рассказывает нам по делам. Говорила в Дубае. Какие там могут быть дела в Дубае? Давайте напишите варианты в комментарии. Что-то Лиза зачастила в Дубае. Я был у нее в гостях недавно. У нее шкаф появился. Все, шкаф уже, шкаф, стол, квартира, машина. Процессия. Я переехала, кстати. Опять переехала? Когда переехал, не помню. Как стала ездить в Дубай почаще, так и переехала. Мебель братьев Бажановых, там просто вся квартира. Я говорю, я был в мебельном центре. Мне тоже сейчас тема актуальна. Там, значит, мебель братьев Бажановых. Ты вложился, что ли? Не. В период карьеры. Комбары Березуцкие. И, конечно же, Бажановы. Так, Никит, опять я зашел в комментарии зачем-то. Тебя все любят. Меня все ненавидят. Почему? Мне кажется, что мы год одну и ту же книгу не обсуждаем. Где эту равновешность? Ее нету. Она здесь, на этой передаче. Три темы. Любят Никиту все, Кинки Пати и третью не помню, кстати. Какая у нас же третья тема? Обычно мы вот всегда ее обсуждаем. Надо все-таки... Ну, шкаф Лизы. Лиз, у тебя не было. Мы собрали хорошие цифры. Хороший, позитивный получился выпуск. Мы в касках собирали джингу. Я сказала, мне не нравятся ваши довольные лица, когда вы смотрите на женоненавистнические ролики. А сегодня был у тебя этот... Ты вырезала ролики? Подожди, а ты продолжай. У тебя был сегодня? У меня не было. Подожди, а у тебя был сегодня? Да. Браво, Никит! Есть доказательства? Ну, какие доказательства, Костя, не было? Не было. Я просто чуть не то понял, что было. Поняли. Не, может, у тебя и было, ты просто не понял. Костя, у тебя был в этом месяце? Нет. У меня, кстати, тоже такая вероятность есть. А сейчас какое число? Ноябрь, восьмое. Восьмое? Нет. Да, какое сегодня число, во-первых? Было у меня или не было? В моем возрасте надо беречь сердце. Друзья, кстати, вы можете написать в комментариях, что вы думаете о, например, День рождения. Да, вот когда такая открытая территория, там какой-то фуршетик есть. Можно шляться везде, где попало. Да, можно шляться где угодно. Вот вы как считаете, должны люди собираться вместе, все-таки раз пришли на праздник, или разбредаться по компаниям по углам? То есть крайность такая? Ну, не крайность такая, а тебе ближе. Тебе немножечко это смущало, да? Меня смущало. Я говорю, где тут сесть? Почему здесь нету общего стола? Хотя он был, как я понимаю. Мне понравился стол с Ириной, твоей супругой, Леонидом Викторовичем и Никитой Александровичем. Да блин, даже получилось так, что мы с женой за разными столами сидели. Ну как так? Может быть, в этом смс вы иногда бываете? Она была очень счастлива, кстати. Она вообще ни секунды не жилела. Да, мы с классом поболтали все как раз про ваш переезд. Про особенный... Можно это говорить? У вас спор там сумасшедший. Ты за черное, а Ирина за белое. За стены в доме. Напишите в комментариях. Ну не за черное, за серое или за темно-серое. Да, Константин все-таки за черные такие цветные. Черное-белое из-за... Ну нет, блин. И я такой, да какой черный? Я думаю, ну черный. Да не, не черный. Нет, просто спальня должна быть темной. Мне кажется, ты туда приходишь отдыхать и как бы... И ложиться в гроб как лево. Гостиная должна быть посветлее. Ну нельзя все делать белое. Ты не будешь выглядеть точно так, как за твоей спиной. Да я... Я так выглядел... Это ты в темной комнате. Ну а кстати... Ну черное, и все нормально. Добился своего зит и отдыхал. Не трогайте меня. Наконец-то борода слустил. Кресло качалка, да. Ой, ну было забавно. Это Ира рассказала? Ты с нами рядом был. Я говорю, Костя, какой черный цвет? Мы этого не было. Я за соседним столом был. Но ты ни разу как будто к нам не приходил. Ты издеваешься со мной. Два часа мы болтали. Мы поддерживаем таким образом, записывая эту программу, водно-щелочной баланс внутри нашего организма. Да. Нам снова принесли стаканы. Хорошо, что не граненые. Хорошо, что они... Вот по максимуму налил, а? По максимуму прямо. Уже выливается все. Поэтому будем смотреть видосы. Ура! Сегодня какие? Лиз, ты принимала участие в выборе? Лиз, перестань работать, отдохни. Мне сказали нельзя смотреть, значит, там что-то плохое. Отдохни. Там ты где-то? Ты снимала ролики? Надеюсь, нет. Но я видела... Ты видела? Видео из Дуба. Ты видела этот кружочек, когда она прыщ ему выдавлена? Видела. Нельзя. Такие ролики... Смеяться. Круглые точки. Да, снимать нельзя. Ну как? Почему? Ну как его похоронят с прыщом? Ну и что она пошла выдавливать прыщ? Там черная точка. Я как раз понимаю. Это круто. Это бипец, блин. Мне понравилось. Я бы так и сделала. Это же жизненная история. У меня нету кнопки «осуждаю». Осуждаю. Просто осуждаю. Ну что, тебя ни разу не выдавливали, тебе прыщ? Не, выдавливали. Ну я живой, блин. Ну да. А вот когда чувак сфотографировался с этими вазами праха? Я еще считаю, что ты странно относишься к шуткам про смерть. Костя, смотри мой следующий выпуск, пожалуйста. Я не стал смотреть, где болевание любви. И даже пиво не стал смотреть. Следующий тебя вообще убьет. Следующий ты где был? Блин, я думаю... Похоронная выставка. Да ебаный. А что у тебя за шоу-раннер? Я сам. Ты сам выбираешь? Я же конченный. Я проиграл только в Джангу. Во все остальное я выиграл. Воду я выпил позже, чем ты. Я рад за тебя. А третье у нас что было? Вот эти два мужика на куше. А, третье мы называли на букву А. Или на букву Б. Я помню. Да? И, кстати, прикольная штука. Я пришел в нашу знаменитую легендарную комнату 8-16. И тоже ребятам давал задания. Я не сомневался. Потому что они все приходят и такие, бля, он заебал. Можете что-нибудь другое? Потому что он всегда приходит и на нас эти проецируют конкурсы. Не, ну мне понравился этот конкурс. Мне бы Пятеру тоже понравился. Хорошо, не буду, бля. Я сейчас не буду вообще смеяться. Не буду. Давай. Не. Все, пацаны, ни разу не смеют. Давай. Все, погнали. Тебе первое приходит в голову, когда вспоминаешь самое дикое или что-то прикольное, угарное. Слушай, лучше пересмотрите прямую трансляцию 22-го года, когда участница, которая напилась до старта, блеванула 5 раз подряд. Я пересматриваю, показываю это всем. Она такая очень модная, чика. У нее шикарный, вылизанный инстаграм. И тут просто проливать. А ведь здесь песня... Первый перформанс, да. А что отменить, что человек бежит в нюд? Да смотри до конца, если мужчина. Ну, как говорится... Хочу понять, в каких кроссовках. Ньютон, ньютон. Ньютоны, пацаны. Бля, это смешно уже было. Фу, бля. Это максимально противно. Я хочу говорить, что они на кроссовках, бля, какие же уроды. Я же просился тоже, чтобы побежать с ними. Ньютон. Навряд ли я больше буду это делать. Когда вы еще не... Исчезли шибрид. Поливай их уже. Хорошо. Как говорят, вкусный на разных уровнях. Тейсти. Йуми. Дилиш. Скромпшиз. Лашиз. И мое любимое... Отрыв фляги, бля, произошел. Какая вкуснятина. Нежность охренная. Во рту тает, бля. Срочно блюдо, бля, срочно запить. Можно ли назвать этот бой, Мурат, самым сложным в твоей карьере? Эх, карьера у меня много будет, я уличник, и все. Куда надо будет? К мне? В набережной члены. Фу. Ой, какие же уроды, а. Конченые? Не, уже уроды. Кроме того, Лиз. Любимые. Ангелин, за сколько бы перестала с незаконцем? Ты что, я? А? Ну за какие деньги не буду спать? Илья, за сколько бы вы выбрали собаку? За две минуты. Лов, папку любишь? Люблю. А папка кого любит? Мам. А мамка кого любит? Дядя и коллю. Дядя и коллю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это камера 14-го айфона Это камера 10-го айфона Это камера 33-го отделения полиции центрального округа Фу, блин, как миля, блядь, ваша Все, забрызгал здесь Блин, ну правда, вот это все осуждающие самые смешные Все осуждающие ролики самые смешные Мне только что сказали, что этот эффект работает только на телефонах дороже 20к Проверим? У меня один стейфон, если чё? У меня работает! Жанна, я потерял работу Можешь меня поддержать шуткой? Дорогой, ты знаешь разницу между большой пиццей и тобой? Нет, не знаю Большая пицца может накормить семью Новые поправки правил дорожного движения Исключают любые двойные толкования того Как именно водители должны уступать дорогу пешеходам Приближаясь к нерегулируемому переходу Нужно снизить скорость И пропустить не только идущих по нему людей Но и тех, кто только ступил Пошел нахуй! Ты к компьютерным играм как относишься? Хорошо, они мне нравятся Мне сестра ещё не даст Такой парень им проехал вообще Я же что-то вся мокренькая прям Пидорас, потому что это на джипе нахуй Не смотришь, что люди идут, блядь Хуй парить по лужам, блядь А я как к нотариусу, блядь, сейчас пойду Пидец Отдам вещи, не пригодились Всё новое, сами знаете Не носим ношное, не бьём брошенное Вот такой чехол на вашу щель порока Дальше модель последняя девственница России Посмотрите, какая прелесть Завязочками, даже если заебалась устала С ничем уже не хочется заниматься Киньте вот так парню Он будет играть с ней как кот Дальше, брала она вырост А природа на мне выходной И поэтому ничего так и не выросла Короче, сегодня мы узнаем Что будет, если взорвать бабушкин порошок Баб, заходи Баба, ты не должна бояться Баба, ложись, порошок заминирован Я абсолютно сейчас Вы понимаете, я смотрю на эту фиолетовую вещь Я не понимаю, что это Это что? А боже мой, это вообще ручка лежит Здесь три моих любимых цвета Это белый, черный и прозрачный Прозрачный цвет, очень красивый Косуля Да? Да, это олененок Какой олененок? Это собака Настя Вы знали, что колени скрипят у тех, у кого большой и тяжелый Бабушка, блядь, что ты от меня скрываешь? Кстати, вы, наверное, как ремесленник гончар Вы, наверное, согласны с тем, что женщина – это священный сосуд? Первый раз слушайте Ну что, сосуд, да? Бай, мам Бай, мам Распаковка на Куда мы приехали? В сперматомак, я тебе еще раз повторяю Что это такое? Город Ладно, что в этом же ногах Сперматомак Первым вскрою яичко дяди Федора У дяди Федора, оказывается, два папы Так, а у печки на что в яичке? Там спрятался кот-матроски Прикольно, что их можно повесить Хочешь знать, как дешево, качественно И главное, быстро сделать ремонт квартиры? Никак, пошел нахуй Я тебе говорила Чего? Я тебе много раз говорила, чтобы ты перестал кончать в наше полотенце Я ни в какие полотенца не кончал А этим ты и задницу потер и накончал туда? Нет, я не... И в этот носок? Чего? Да они могут быть... Я не ношу такие Я даже в душ не могу сходить, понимаешь? Видите, вы занимаетесь на посыпелках с пацанами? Да даже собака затвердела Ладно, он удачными его прошел Ты куда собрался, умник? Черный чай подайте, пожалуйста Нет, вон тот малины Ты че, охуели? Угадайте, кто проснулся с двадцатью пропущенными от бывшего партнера? Мой бывший Максим, вернись ко мне, пожалуйста Я тебя очень сильно люблю и мы все наладим Мне недостаточно денег, чтобы заплатить за аренду Что же мне делать? Ну, я думаю, мы что-нибудь придумаем Боже мой, ребята, это ж, блядь, монополия Ой, уронил сигаретку, потому что курить вредно, правильно? Вот сколько тебе лет? Мне двадцать один А могло бы быть Десять с половиной Потому что курение Увеличивает сроки жизни Ну, то есть, типа, стареешь быстро Смотрите фильмы для взрослых Но осуждаете женщин, которые снимаются в них Чего? Блядь, реально я и с женщинами У меня иногда спрашивают, кто же это на фотографии у меня в чехле И я всегда отвечаю, что это мой сын Но некоторые-то не догадываются, что это когда-то была я Ошибка молодости Ошибка Один мужик сделал операцию по омоложению лица Ну, надо бы походить, поспрашивать народ Помолодел ли я? Вышел, идет довольный Подошел к остановке Девушка, как вы думаете, сколько мне лет? Ну, думаю, двадцать семь Нет, мне сорок два Пришел мужик в бар Сколько мне лет? Спрашивает он у людей около данной стойки Тридцать два Двадцать девять Тридцать Начали гадать посетители бара Нет, нет, мне сорок два Вернулся мужик к остановке, довольный собой Видит, бабушка стоит Здравствуйте, как думаете, сколько мне лет? У меня, сынок, зрение не к черту Давай я тебя там потрогаю, сразу определю Но мужику интересно стало, как это так По яйцам она определит и согласился Мнет старуха минуту, мнет две Наконец говорит Тебе сорок два года Как вы узнали? Удивился мужик В баре услышала Дядя, кого ты любишь больше? Маму или папу? Абону Максим пожаловался на маму учителям Они сообщили в милицию Все закончилось тем, что суд приговорил мать к штрафу 2500 рублей Ментовская подстилка Мама так сказала Тебе? Да Все? Здрав А что ты выплюнул туда? Проглатывать надо? Что, у кого осталось? У кого осталось вода? Больше У меня осталось, да, половина Ну, я с выплюну меньше, чем у Кости Блин, ты долг держался Профессионал Я с профессионалом, с специалистами тренируюсь Я уже знаю, это же все-таки спортивный принцип Ну, а пока поедем дальше, у нас следующий челлендж с кастрюлями Ладно, сын, давайте шарики А, надо в раз, два, три И попасть сюда А-а-а Ну, блин, это 0-0 Давайте сразу, чтобы предусхитить Что у нас, они никогда ничего не начинают Предусхитить Правило? Два шарика надо попасть Подожди, и обязательно, чтобы они трижды ударились? Да, да, обязательно Ну, блин, это жопа А ты как хотел? Это жопа, ну, подожди, здесь, смотри, видишь, рифленая Здесь не рифленая Это что значит? Ну, что надо бросать Так что, если ты сюда попадешь, она может сюда отскочить Спасибо за подсказку Кто первый? Блин, опять эти шарики Ну, давай Давай, скидываемся Можно потренироваться? Мне кажется, без шансов вообще Я потренировался Да нельзя тренироваться, ты такой жук Каждый должен быть в равных условиях Ну, ты тоже можешь потренироваться? Нет, давай начнем тренироваться прям сразу Почему ты не можешь? Ну, дай я попробую Ну, сделай, остановись чуть-чуть Силу воли есть у тебя? Я не от кастрюль Это гениально просто Понятно? Блин, мимо А вот именно, подожди, Лёх, а может чуть подальше? Ну, я победа Или вот так прямо Победа, но в честной игре Если опять начнется вот эти шуточки Прибаути Хорошие ребята И что опять придется нам как-то выходить в СК Я очень волнуюсь Победа вот в таких конкурсах Она, будем откровенны, меня возвышает над Никитой И она делает мой день лучше И она создает правильное настроение На, белый Вот отличный Мне белый, да? По очереди? Разумеется Давай Раз, два, три Я первый, да? Давай, начинай Почему он выиграл? Подожди Ты же выиграл, кидай По одному? Давай я По одному, да, Кость Только по одному, блин По одному шарику Надо все проговаривать Да Понятно Понял, бля Ты себе это скажи Звук приятный Да нет, там, во-первых, вот эта кастрюля Смотри, она Ну от этой кастрюли же отлетает в ту Нет Сейчас, подожди Видишь? Гайз Что вы со мной-то, это Спорите? Я же профессионал по кастрюлям Я специалист по кастрюлям Я специалист по кастрюлям Ну так получилось Ну видишь, она не отскакивает Так ты сделай, чтобы подскочила Ну, блин, вот, видишь? Вот видишь, он не жалуется Я никогда не жалуюсь Это же Никита Что ж, Никита? А Молодец Молодец А давай вот так Так Вот так Давай хоть как-нибудь Так и надо Сюда Ну они кастрюли такие дали. Ну давай первую кастрюлю. Первую, давай. Согласен. Это не считается. Не считается. Штанга. Ай! Да че же это такое, а? Да! Сука! Просто сука, а. Почему? Будет второй раз, тогда будет сука. Сейчас. Спасибо. Да что такое? Да блин. Согласен. По краю. Волнуешься? Да. Рука трясется, покажи. Не хочу проигрывать. Да ну что такое? А ты паузу сделал, меня сбить. Даааааааааа. Еще поиграю? Да жопа. Что до трех? С ручкой бля. Да расстроился. Да. Кость, ну там на фарт. Да, да. Я знаю. Лидз. Ну ты умеешь по больному пройтись. Костя, не верю ему. Спасибо, ребят, за реквизит. Спасибо. Спасибо. Хистейшую победу нокаутом практически одержал Никита Александрович. Никита Александрович. Никита Александрович. Спасибо, друзья мои. Это было сложно. Надо уметь признавать поражение. Чем связан у нас третий челлендж? Что мы делаем? Мы будем выводить на экран эмблемы футбольных клубов, и вам нужно будет быстро сказать, какого игрока мы загадали. Наши игрока. А вы хотите, подождите, вы хотите... Мы хотели эмблемы клуба для дурачков. Эмблемы клубов, и кого мы загадали, интересно? Давай кричать не будем по очереди. Сегодня не будем, да. Да получится у нас. Ну что, зачем нам кнопка? Мы же сейчас подеремся за ней. Чтобы не кричали, а быстрее. Да, вы же не будете кричать, если у вас будет кнопка, правильно? Да. Ну, так же работает. У нас никогда такого не было. Давай, смотри. Хорошо, давай. Давай посмотрим, как это будет. Давай. А там уже будем делать поправки, если не нужно. На новый тигет у вас там? А, ну просто игрока нужно назвать из Байера. А сейчас кто? Можно отвечать? Да. Тони Кросс. Артист, а? Я что-то в Байере не помню, но ладно. Я в Байере тоже не помню, но я просто сделал вывод, что из Баварии он перешел в Реал, но какие еще немцы? Они как-то должны быть, вот тройка этих эмблем, она скомпонована? Нет, по порядку. Или по порядку? По порядку. Все понятно. Все хорошо, поехали дальше. Ладно, можно без кнопки, я так понял в этой передаче. Давай. Марио Гетце. Точно. Да, почему по немцам мы пошли? Давайте дальше. Какая разница, кстати. А что это первое? Орехово? Блять. Сергей Игнашевич. Да. Орехово сбило, кстати. А вот это футбольный вообще первый клуб? Легко же. Мохаммед Салах. А вот этот первый клуб, он точно футбольный? Пожалуйста. Да? Да. Это герб города, в котором он жил. Нет. Сейчас, подожди. А Енисей точно перед Спартаком? Не может быть. Енисей прямо перед Спартаком? Может, Соболев? Соболев. Александр. Это понятно, но почему Енисей перед Спартаком? То есть у нас это не по порядку идет. Я думаю, кто-то ошибся просто. Он был в Самаре, его отдавали в аренду в Енисей, он вернулся в Самару из Самары. Тогда, тогда да. Ёкс. Ёкс, я ничего не вижу. Сити, Олимпиакос, Барселона, Монако. А вот это футбольное такое. Я ету рэ. Ребят, смотрите на лутбук, пожалуйста. Смотри в контакте. Блин, ну просто. Я его в жизни не вспомнил, да? Да классно тебе. Да ёкс. А вы что, издевались? В Тамбое, Урарту, Луч, Арарат. Сколько лет? ЦСКА, Кубань. Это человек ещё живой? Олашкер. С какой стороны посмотрите? Может это Григорян? А может быть... Это может быть тренер? Да. Александр Григорян. Победа. Красавчик. 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 Всё, отлично. Антон Заболотный. Блин, ну вообще без шансов. Дайте мне что-нибудь попроще. Шансы хотя бы. Никита хоть одно угадает. Вот так вот сделаем. Я угадал Соболева. Дай мне, а ты не нажал, дай. Самедов. Самедов. Всё, спасибо, ребят. Дай кнопку. На кнопку. Бля, Гамбург, Тоттенхэм. И Байер. Это только и Байер, блин, не знаю. Мог бы быть только Вандервард, который был в Гамбурге и в Тоттенхэме. А кто сейчас в Тоттенхэме из немцев? Почему немцы? Ну, в Гамбурге и Байере. А! Сон Хон Мин. Бля, конечно. Сон Хон Мин, да. А он не немец, что ли? Он... Да, точно, точно. Не, мне тяжело вообще. Дмитрий Скопенцев. Бля, он в этом был? Он в Лейпциге был? Да, он же воспитывался в Лейпциге. С ума сошел, что ли? Когда он успел? Он из ЦСКА, да? Сейчас в Самаре. ЦСКА и в Торпеде. Он прошел все команды. Сам человек не хотел из Москвы уезжать, но один раз дрогнул, да? Угу. Не, в Петербурге был. Судя по первой эмблеме ЦСКА, я думаю, закончил. Это вообще когда было, да? Ну, я не знаю. По ЦСКА и Торпеде у меня еще есть какие-то мысли, а вот Динамо... Я думал, это Игорь Еноскин, но ты по Сажене. Нет, это может быть... Не знаю, сейчас. Владислав Радимов. А, Игорь Семшов. Бля. А, Игорь Семшов. Ты очень, блядь, Радимова не было в Торпеде, да? Мордовия, Волга, Зоркий, Красногорский. Бля, ну это твои клиенты. Ага. Зорький? Зорький? Арендованный. Блин, ну Слуцкий нет. Ротора ЦСКА. Он сейчас в Зорьком играет? Закончил там? А сам в Солгага... Сапогов не может быть? Может быть. Ну, как... А он в Зорком был? А он в Роторе был? Ну, он в Роторе не был. Давайте так, просто из Ротора в ЦСКА кто-то переходил на вашей памяти вообще? Было такое? Из Ротора в ЦСКА? Из Ротора в Спартак мы знаем кто, а в ЦСКА вот кто был. Да, Павлюченко, Рома. Алдоша? А причем здесь Зорький? Алдоша был в Зорком? Жек, прости, пожалуйста, да. Получилось, что он как бы в Зорьком последний его профессиональный клуб, верно? Угу. Сыграл там матч в 15. Ого. Мы не знали, правда, интересно. Ничего себе. Верим Артуру? Нет. Ну а что? Я не уверен. Ну это мои. Это я. Это ты, да. Ну нажимай. Это бажик. Понятно. Видишь, даже черное поле. Твои фотографии не нашли. Нет, моя игра такая. Нестандартная. Пиксель выцветший, видишь, на экране. Пиксель. Какие-то твои дружины. Подожди. Sports.ru на спорте. Рома Реалити. Файт Найтс. Дружина. Можешь знать это все? Кэш-да. А-а-а. Я знаю. Багдасар. Вообще, я просто король этой игры. Я вот интересно, где бы я туда знания принял, кроме вот... Да. Багдасар, да. Константин Зарянов. Харо. Я до сих пор вспоминаю, думаю, кто такой Багдасар. Почему ты об этом знаешь? Кто первая? Кто первая? Йогденис Караденис. А-а-а. Красиво. Да. У него две команды за всю свою жизнь. Крабдон Спор, да, и Рубин. Да. Вам не снилось, конечно. Рубин два. Слушай, как круто. Нам? Да у меня три или четыре. Бавария, Ювентус, Вольсбург, Гамбург. Немец опять. Раскосый. Ха-ха-ха-ха-ха. Не знаю, ну... Вот давай. У нас не есть. Пьянич. Через себя забил. Пьянич. Нет? О, это Соликамиджич. Офигеть. Боснийцы. Последний. Давай. Легко. ЭТО. Легко. Еще легче. Нет. Спортинг только. Смотри, Спортинг, Барселона, Реал. Надо подумать, кто из Барселоны переходил в Реал и из Реала в Интер. Рональдо. Я удивлен, что вы не знаете. Зубастик? Зубастик был в Спортинге. В Спортинге нет. Кто в Интере? Я раздосадован, господа. Я тоже. Я на всякий случай. Да, я тоже. Из Барселоны кто переходил? Давай всех вспомним. Фигу. Рональдо. Ревалдо. Нет, Ревалдо нет. Вот сейчас кто заканчивал в Интере? Лаудруб не был в Интере. Он был в Барселоне. Если первая команда Спортинг, это португалец. Но это фигу. Фигу? Точно. Фигу? Да. Да? Да? Что он сказал? Знает ответы самое главное? Я не знаю. Я вообще не видел. Костя, спасибо. Просто насилие в эфире. Программы нельзя смеяться. Поздравляем. И по итогам сегодняшних трех конкурсов победу одержал Константин Генич! Вот. А я уже все зашел в банк переводить Лизе. Напоминаю, на прошлых ты еще не проиграл. А я прошлых не проиграл. Там уже пять эфирок никто не переводит. Да. Пока ты уехала, никто не переводит. Хорошо. А почему прошлый эфир? Ну это был, это был вот простой. Я задрот. Вот в таких вещах, как бы мне попроще. Ну интересно на самом деле. На самом деле мы узнали, что Алдоша был Зориком. Да. Что Кардениз. Кардениз, блядь. Просто две команды за всю, за всю. Узнали, как выглядит эмблема Окжет Песа. Угу. Где играл Бажик. Там лошадь. Да. Красивая эмблема у космоса. За коней все-таки он поиграл. У космоса. Долгопрудная. Лошадь прекрасное животное. А конь не очень. Время летит, и сегодняшний эфир тоже пролетел молниеносно. Особенно, когда хорош настроение, да? Да. И две недели... И две недели пройдут так же молниеносно, так же быстро. Возможно, в следующий раз, когда мы здесь соберемся, уже за пределами вот этой же нашей замечательной студии все будет по колено в снегу, будет минусовая температура, но через нашу теплоту, через нашу доброту, наш юмор, наше настроение, мы будем делать вашу жизнь теплее. Обращайтесь. Восемь девятьсот девять. А теперь давайте снимем концовку. Маски-то мы снимем точно сейчас. Концовку. И представим, что Костя проиграл. Как вот концовка у тебя звучала, если ты сейчас проиграл? Да, кстати, давай. Это был хороший выпуск, хорошее испытание, хороший тест, где победа досталась действительно более достойному. Но через две недели будет шанс отыграться. Независимо от того, какая погода будет за пределами этой студии, здесь будет горячо, здесь будет жарко. Я надеюсь, что за эти две недели я сумею перебороть в себе это поражение. И с достоинством. А ты стал мудрее вот за все эти 14 дней. Всем спасибо, всем через две недели встретимся. Не будем задерживать Костю. Ему нужно на несколько матчей в этот же день попасть. Я до сих пор не знаю, куда он едет. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok